Бесплатными учебниками в новом учебном году будут обеспечены все ученики средних школ 100%. Об этом рассказали в городском отделе образования. Обновленные программы ожидаются в 4-х, 9-х и 10-х классах. Я объясню почему. Потому что мы устали ждать, когда нам выплатят заработные платы. И создали трудовой коллектив и обратились в суд для применения процедуры реабилитации. Для чего? Для того, чтобы освободить все то имущество, которое было наложено в арестах. Почти полтора года Жанатас Актобе не выплачивает работникам зарплату. Завод по производству учебник задолжал более 50 миллионов по зарплате своим сотрудникам. СПК Актобе выделяет участки в городе под кафе и розничную торговлю. Как рассказали в организации, сейчас в Актобе совместно с Акиматом города реализуется проект Арман Калам по развитию сети павильонов уличной торговли. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Асель Растангалиева. В Комитете по статистике Минэкономики заявили об изменении цен на социально значимые продовольственные товары, передает Tengri News KZ. По данным ведомства, с начала года больше всего подорожали лук на 98%, морковь на 58%, картофель на 34% и рис на 22%. В среднем рост на социально значимые продукты с начала года составил 8%. Среди подорожавших продуктов экономисты отметили пшеничную муку первого сорта и хлеб. Из нее куриное мясо, говядину, сливочное масло, рожки. Есть и товары, цены на которые наоборот снизились. Это яйца снижение на 10%, белокочанная капуста на 8,6%, сахар на 3,5%, а также творог на 3%. В среднем с начала года больше всего цены выросли в Нур-Султане, Жасказгане, Усть-Каменогорске и Семее. Меньше всего цены на продукты выросли в Казаларде. Что касается нашего региона, то по подорожанию в продовольственной группе товаров мы занимаем золотую середину. К слову, большинство горожан сейчас к изменению ценников на полках продуктовых магазинов относятся равнодушно. Скорее всего, тенденцию роста цен люди стали воспринимать как неизбежный фактор последних лет. Вот подорожание заметили? На каких видах продуктов? Нет, не знаю. Подорожали вообще продукты? Не подорожал. Цены устраивают? Да, устраивают. Что заметили, что стало дороже, что любите покупать? Я люблю кефир и не заметила, чтобы так оно подорожало. Какие другие продукты? Ну, яблоки чуть-чуть подорожали. Да, киви. Я не знаю, я не хожу в магазин, у меня ходят внуки, извините. Я не хожу, жена ходит. Ну, не жалуется, что дорого? Не жалуется. Какие продукты питания чаще всего употребляете дома? Как покупаете? Все употребляют. Мясо? Мясо. Сахар. Овцы. Дорого стало? Не знаю я точно, не спрашиваю. Ну, деньги с вас же жена берет. Да, карточка у нее. Ирина Гудц, Алексей Уразов, программа «Факт». Бесплатными учебниками в новом учебном году будут обеспечены все ученики средних школ стопроцентно. Об этом рассказали сегодня в городском отделе образования. Обновленные программы ожидаются в 4, 9 и 10 классах. Для них поступят учебники 2019 года выпуска. Первоклассники будут обучаться по учебникам 2016 года издания. Вторые, пятые и седьмые классы по учебникам 2017 года. Третьи, шестые и восьмые классы по учебникам, изданным в 2018 году. Изменений не предвидится и в программах будущих выпускников. В настоящее время заключены договора на поставку книг с 15 издательствами Казахстана. Кроме того, на сайте Минобразования науки текущего года будут размещены электронные версии всех учебников в открытом доступе. Почти полтора года Жанатас Актубени выплачивает работникам зарплату. Комбинат по производству учебня задолжал более 50 миллионов по зарплате своим сотрудникам. Доведенные до отчаяния люди обратились к министру труда и социальной защиты населения Бердебеку Сапарбаеву и Акиму Актюбинской области. Сегодня им удалось встретиться с представителями власти и руководством компании-должника. С мая прошлого года около 100 работников Актюбинского ТО Жанатас Актубе не могут получить заработанные деньги. Не помогает обращение ни в Акимат, ни в прокуратуру. Сегодня руководство управления по инспекции труда, управление индустриально-инновационного развития, а также компании, взявшие на себя долговые обязательства, банкрота, встретились с бывшими работниками Жанатас Актубе. Компания в свое время занималась разведкой и добычей строительного камня на месторождении Берчугурской-3, расположенном в Шалкарском районе. На предприятии работали около 300 человек. ТО имеет долги по заработной плате с мая 2018 года в размере около 50 миллионов тенге. В то время, пока коллектив компании через суд добился процедуры реабилитации предприятия, руководством ТО Жанатас Актубе совместно с сотрудниками Акимата Актюбинской области был переоформлен контракт на проведение совмещенной разведки и добычи строительного камня на другую фирму. Я объясню почему. Потому что мы устали ждать, когда нам выплатят заработную плату. И создали трудовой коллектив и обратились в суд для применения процедуры реабилитации. Для чего? Для того, чтобы освободить все то имущество, которое было наложено в арестах, скажем так, назначить реабилитационного управляющего, который начнет зарабатывать деньги и расплатиться с заработной платой. То руководство, которое вы прекрасно знаете, сидело в Жанатас Актубе, оно деньги через вас же, Тимиртас, получало, минуя Жанатас Актубе. И долги по зарплате автоматически перешли другой фирме. Вот только последние, как утверждает Жанатасовцы, не спешат выплачивать причитающиеся. Пока долг по ЗП выплачен 64 работникам. Остались еще 100. Но им еще предстоит доказать свои претензии по зарплате специальной комиссии. Именно создание комиссии по выдаче зарплаты четко написано. Назначены ответственные люди. В лице директора по производству, начальника юридического отдела и начальника отдела кадров. Которые примут все документы, проверят их и предоставят для руководства компании информацию по тем людям, по которым будет выдаваться зарплата на основании предоставленных подтверждающих документов. Соответственно, те акты проверки инспекции труда, которые существуют, они обязательно будут взяты в учет. У одного из работников компании долг по зарплате составляет более 300 тысяч тенге. По его словам, ему заплатили 150 тысяч с условием, что он подпишет документ, где признает, что все обязательства по зарплате ему выполнили. Ему пообещали остальную сумму выплатить через пару дней. Но теперь мужчина не может выбить свои деньги. Официально-то он от них отказался. По которому у меня долг на ТАСС 385 тысяч. Мне вот этот ТМРТАС 150 тысяч дает договор, что с 7 августа компания ТМРТАС обязуется исполнить требуемые остатки денег. Теперь, помимо этой бумаги, мы подписали, заставили, но нам выхода не было, нам платят, хотя бы часть взять, да? Мы подписали договор на имя Акима области, что долг на ТАСС рассчитался с долгами. Тем не менее, руководство инспекции труда призывает всех, кто остался без зарплаты в Жанатас-Октобе, явиться в управление для зачисления в списки. Рассмотрение этих списков комиссией начнется со следующей недели. Оставшуюся же зарплату обещают выдать в конце сентября. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». СПК «Актобе» выделяет участки в городе под кафе и розничную торговлю. Как рассказали в организации, сейчас в Актобе совместно с Акиматом города реализуется проект «Арман Хала» по развитию сети павильонов уличной торговли. Участвовать в проекте могут все субъекты малого и среднего бизнеса. При этом неважно, реализация это или услуги. Но так как этот проект носит социальный характер, продажа табачной и алкогольной продукции в павильонах строго запрещена. Для участия в заявке нужен будет минимальный пакет документов. В принципе, на сайте СПК «Актобе» все есть. Если так, вкратце, это копия свидетельства о удостоверении личности, свидетельства о регистрации ПЛТО. Есть то, то еще учредительные документы. Справка с налогового органа на момент подачи заявки, что не имеет задолженности. Если у предпринимателя есть свое видение павильона, то он может свой эскиз предоставить. Торговые места передаются в СУП-аренду сроком от 5 до 7 лет, что позволит предпринимателям окупить вложенные средства. Сумма аренды зависит от площади земельного участка и составляет от 17 до 13 тысяч тенге за 1 квадратный метр в год. В среднем 15 квадратных метров обойдется предпринимателю в 255 тысяч тенге. СПК выделяет только земельный участок. Павильон предприниматель покупает и ставит за свой счет. Проектный эскиз павильона согласовывается с отделом архитектуры. За последние два года СПК «Актобе» предоставлен 51 земельный участок. На сегодня в городе открылись и действуют 47 торговых павильонов. 9 мест были выделены в центре города в пешеходной зоне Арбат. В данный момент открыт прием заявок еще на 6 мест. Обвалилась крыша, помощи ждать неоткуда. С подобной ситуацией сейчас столкнулась семья ветерана тыла, вдовы бойца за освоение целины. С просьбой о помощи обратились в нашу редакцию ее дочери. Оба пенсионер пенсионного возраста. Мы никогда не обращались за помощью. Вакимат и прочее. Всегда дежурный ответ – сами-сами, нету средств. И вот недавно мы сделали ремонт, посмотрите, относительно, да. И вот после дождей рухнул потолок. У меня вот просьба. Мы обратились в Акимат, дежурный ответ нет. Мы обратились по месту работы матери, где я раньше работала в системе УВД. Они говорят, у нас сейчас такой возможности и статьи помочь нет. Прошу, вот общественные организации, социальные организации, какие там коммерческие структуры. Для вас это ничего не стоит. Мы бы не обращались. Ну просто это зов или крик о помощи. Есть возможность, помогите. Нет, извините, что мы заняли ваше время. Рахилия Миндагариной, проживающей по пожарной 38, сейчас 92 года. Ее муж трагически погиб на рабочем месте, оставив женщину с четырьмя детьми в 29-летнем возрасте. Все это время она работала, бытовые вопросы семья решала самостоятельно и никогда не просила ни у кого помощи. Сейчас все женщины пенсионного возраста. Мужчин, на которых можно было бы положиться, рядом нет. Старый саманный дом они все же поддерживают своими силами. При этом не требуют ничего от властей, понимая, что времена и законы изменились. Единственное, на что рассчитывают эти женщины, это отзывчивость и участие обычных граждан. В целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьяной преступности, проверки лиц, состоящих на учетах ВВД по месту жительства, в период 7 по 13 августа текущего года на территории Октябрьской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». За два дня мероприятия сотрудниками полиции области организована проверка по месту жительства свыше 1 тысячи водучетных лиц с проведением профилактических бесед по недопущению правонарушений бытового характера и иных правонарушений. Сотрудниками ювенальной полиции области в целях профилактики и проверки бытовых условий семьи, а также несовершеннолетних, проверено по месту жительства около 200 неблагополучных семей. В ходе проводимого мероприятия участковыми инспекторами полиции пресечена свыше 400 административных правонарушений, в том числе 84 противоправных действия в сфере семейно-бытовых отношений. Выявлено и поставлено на учет ВВД 166 лиц, в том числе 140 семейных дебоширов. Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами. Как сообщил его адвокат Сергей Слесарев, экс-президент Киргизии, не будет разговаривать ни с кем, кроме своего официального представителя. Слесарев также пояснил, что отказ от контактов со следователями Атамбаев объясняет незаконными действиями со стороны органов, передает Интерфакс. Адвокат сообщил, что решением суда экс-президент страны помещен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа. Утром 8 августа президент Киргизии Сааранбай Женбеков заявил, что у Атамбаева изменится процессуальный статус. Если ранее экс-глава республики проходил как свидетель по ряду уголовных дел, то после того, как он оказал вооруженное сопротивление спецназу в своем доме в селе Койташ, он становится подозреваемым в тяжком преступлении. Сторонники Атамбаева почти сутки пытались защищать от спецназа дом экс-президента. Во время столкновений несколько человек пострадали, и один был убит. Вечером 8 августа экс-президент Киргизии все-таки сдался спецназу, его под конвоем увезли в Бишкек. О других новостях в стране и мире смотрите в следующей подборке. Кастак сообщает, женщину с трехлетней дочерью убили в североказахстанской области. 8 августа в райцентре в хозяйственной постройке во дворе дома обнаружены с ножевыми ранениями труппы. 39-летней женщины и ее трехлетней дочери рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний знакомый погибший, ранее судимый житель Мамлюцкого района. Водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции. Кастак сообщает, подозреваемого в изнасиловании двух сестер-дашколят задержали в западно-казахстанской области, сообщает Уральская неделя. Две малолетние девочки изнасилованы в ЗКО. Возраст пострадавших 4 и 5 лет. Сейчас они находятся в больнице. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек, проживающий по соседству, говорят в сообщении. Подозреваемого задержали в поселке Новая жизнь, а известно об инциденте стало 7 августа, после того, как одна из девочек рассказала о случившемся своему отцу, работающему в полиции. О задержанном известно, что он недавно вернулся из армии и до армии несколько раз доставлялся в полицию из-за участия в драках. Подозреваемый заключен в изолятор временного содержания до проведения следственных мероприятий. Сегодня суд должен вынести решение о мере пресечения в его отношении. Суд Караганды вынес приговор стоматологу-анестезиологу, после приема которой умер двухлетний мальчик. Подсудимую признали виновные в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека, и приговорили к двум годам шести месяцев лишения свободы, передает Тенгри Ньюз Кейзет. Отбывание наказания в учреждении УИС минимальной безопасности, также взыскать с нее более 4 миллионов тенге морального и материального вреда, сообщили в суде. Во время судебных разбирательств врач так и не признала своей вины. В последнем слове она заявила, что до последнего боролась за жизнь малыша и ее совесть чиста. Напомним, в феврале прошлого года в кресле данного стоматолога погиб гражданин России двухлетний Семен Арзамасов. Его в клинику привела мама. Анестезиолог ввела ребенку наркоз, после которого малышу стало плохо. 14 часов реанимации областной клинической больницы врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось. После трагического случая сертификат врача аннулировали. Но оказалось, что дело Семена не единственное. Ранее данный стоматолог имела причастие к гибели 13-летней Жансаи Омаровой, которая также скончалась от наркоза в той же клинике. Расследование по данному делу затянулось на три года из-за судебно-медицинских экспертиз. В Шемкенте инвалидов облагали непредусмотренными для них налогами, передает Тенгри Ньюз Киезет со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. По информации надзорного органа, люди с ограниченными возможностями освобождены от уплаты налогов на движимое и недвижимое имущество. Однако установлены факты неправомерного налогообложения указанных лиц. Данные нарушения после вмешательства органов прокуратуры устранены путем возврата незаконно уплаченных налогов. Тем самым защищены права 1200 инвалидов, говорится в сообщении. Всего по результатам масштабной прокурорской проверки в городе защищены права 4-33 тысяч граждан. Костак сообщает, сразу 15 должностных лиц опасных объектов привлекли к ответственности в Байконуре, сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса. По результатам проверки в деятельности ГУП производственно-энергетическое объединение Банконур Энерго и ГУП производственное объединение Горводоканал, являющихся крупнейшими предприятиями Байконура, выявлены нарушения требований промышленной безопасности, сообщили в прокуратуре. Сделать пятницу рабочим днем только до обеда предлагает казахстанский юрист Жан Гильде Солейманов. Сейчас у нас пятидневка, ей 150 лет. Ее придумал Форд, чтобы выжимать из рабочих все. «Я хочу, чтобы все работали в пятницу до обеда. Есть такой принцип – сколько дают времени, за столько и делается работа. Пусть люди отдыхают. Я хочу, чтобы до обеда все работали, после обеда занимались семьей и чтобы были полноценные выходные», – сказал Солейманов Костак. «Я думаю, лучше внедрить эту систему, и государство от этого ничего не потеряет, а только выиграет», – пояснил он. Сразу после рекламы во второй части мы продолжим. Сегодня Аким Города Мавр Абдулин наградил ветеранов актюбинской медицины. Чествование заслуженных медиков прошло в областной больнице. Юбилейными медалями к 150-летию Ак-Тубе были награждены 47 ветеранов здравоохранения. В Ак-Тубе сегодня прошли зональные соревнования по мини-футболу среди прокуроров западного Казахстана. Они были посвящены празднованию Дню Конституции Республики Казахстан. Областной турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи, стартовал сегодня на базе спорткомплекса «Алихан». Восемь команд разыграли главные трофеи Куба Акима области. Субтитры создавал DimaTorzok Качество от ведущих производителей Турции. Наш адрес – Мегашегис, 4-й блок, 2-й этаж, бутик 33, Оружан. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон Меха» мы вас ждем с 3 августа. Кинотеатр «Локомотив» «Эталон Меха». Во сколько обойдутся новые очки? 2-990. Только в «Оптике взгляд». Все включено. Диагностика зрения, плюс очковые линзы, плюс оправа, плюс работа мастера. И получаем готовые очки всего за 2-990. Не верите глазам? Считаем снова. Раз, два, три, четыре, пять. И вы видите опять. Выгоду акции 2-990. Ждем вас в «Оптике взгляд». Олиханова, 32. Нағыз, кыдырыс, табиғат аясында болу керек. Земни сат Мерамханасы. Сіздерді жазғы аланға шақырады. Біздің жазғы орнымыз Мерамхананың жайлылығына табиғат аясынен әрі береді. Көптен лүлекебаптың аңқыған иесі. Гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқ раманың тазалығы, салғын сосындар, шығыс және еуропалық ас өйдің тағандары. Ал дәліғасында Мерамхананың жабығызалы бей алаңы бар. Жазға бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Күріуесіге ретро парк жағында. Қандай жиқастығы қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайы мүзекті классика премиум клаш айлылығы мен. Диван-диван еш салонда Беларусия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапаса. Қунақ бөлмесі. Асу мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стилдегі элиталық жиқаздар. Камшат массивнен жасалған керемет шымсақ жиқаз. Диван-диван еш салона. Кенес Мокендаңғы, оныш ба. Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikotv.kz свежий номер и архив материалов, фото и видео, опросы и конкурсы. И еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Сегодня Аким города Мавр Абдуллин наградил ветеранов актюбинской медицины. Чествование заслуженных медиков прошло в областной больнице. Юбилейными медалями к 150-летию Актюбе были награждены 47 ветеранов здравоохранения. Кроме того, гостями был презентован новый областной музей истории медицины. Сегодня мы организовали конференцию с участием Акима города и заместителей Акима области с участием ветеранов здравоохранения. Конференция была посвящена 150-летию городу Актюбе. И в зале сегодня собрались ветераны здравоохранения, которые внесли большой вклад в развитие здравоохранения города Актюбе. Становление здравоохранения города Актюбе началось еще до революционного периода. Революционный период, в период Великой Отечественной и после военной периоды. Очень много наших ветеранов, несмотря на трудности, работали. И сегодня мы собрали и чествовали наших ветеранов. Как отметили в руководстве облздрава, первый в истории Актюбинской медицины специализированный музей послужит хорошим подспорьем для начинающих врачей и студентов. Здесь каждый желающий сможет отследить, с чего начиналась история отечественной медицины. Экспонаты были предоставлены большей частью местных учреждений. С 9 августа во всем мире празднуется День книголюбов. Мода на чтение все стремительнее возвращается. И недавно модное чтение электронных книг начинают вытеснять в привычные бумажные здания. Люди все чаще посещают библиотеки и в виде отдыха выбирают вечера с книжкой в руках. На баланс библиотек поступает все больше книг и растет посещаемость. Молодежь и пенсионеры, бизнесмены и домохозяйки все с большим удовольствием заводят карточки читателя и регулярно их расширяют. В отделе у нас свыше 80 тысяч экземпляров. Составляет книжный фонд. Это литература ведения, языкознания, художественная литература. В день мы обслуживаем около 200 читателей. Приходит очень много и молодежи, молодое поколение. И ведем мы, конечно же, не стоит библиотека на месте. Мы шагаем вместе со временем, проводим различные культурные массовые мероприятия по популяризации чтения книг, любви к книгам. В Актюбинской областной библиотеке имени Байшева созданы все условия для читателей. Благоустроенный кабинет для коллворкинга, где читатели могут проводить различные собрания и семинары совершенно бесплатно. Уютный читальный зал, огромный выбор современных книг и отдельный зал для изучения иностранных языков. Мы представляем один из самых больших отделов нашей библиотеки, это читальный зал. Читальный зал, наш фунт составляет более 25 тысяч книг. Здесь представлены книги многих отраслей, это педагогика, психология, философия, история. Посещаемость библиотеки растет, особенно это наблюдается в августе месяце. Сейчас абитуриенты различных учебных заведений готовятся к вступительным экзаменам, а педагоги готовят новый материал для своих занятий. Какие книги вы предпочитаете? Электронные? Все-таки вам удобнее читать или вот так в библиотеке? Нет, библиотека намного лучше, чем в электронном виде. Ну, в электронном виде зрение падает, наверное. Зрение падает? Да. Я иногда читаю. Я, в принципе, люблю читать, потому что это мне иногда интересно. Я люблю читать вот такие интересные и литературные книги. Вот. Я выбрала Тулена Абдукала, потом Роза Муканова и Шерхана Муртаза. В октябре сегодня прошли зональные соревнования по мини-футболу среди прокуроров Западного Казахстана. Они были посвящены празднованию Дню Конституции Республики Казахстан. В соревнованиях приняли участие сотрудники прокуратуры Актюбинской, Атырауско, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Первенство пройдет в течение одного дня на базе Дворца Спорта Хонос. По итогам состязаний победитель получит возможность участвовать в финальной стадии соревнований, которые пройдут 23-24 августа в столице страны. Как рассказали организаторы соревнований, такие мероприятия инициируются в целях обеспечения надлежащей физической подготовки сотрудников и укрепления корпоративного духа в коллективе. Областной турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи, стартовал сегодня на базе спорткомплекса «Алихан». Восемь команд разыграли главный трофей – Кубок Акимобласти. 12 августа отмечается Международный день молодежи. К этому событию подготовились актюбинские профильные ведомства и общественные объединения. Решено было встретить дату по-спортивному, в очередной раз привлекая внимание виновников торжества к сохранению здоровой нации. 12 августа – Международный день молодежи. В связи с этим наши ресурсные центры в 12 районах и в городе Автюбе на каждый день мы запланировали по одному мероприятию, посвященному этому празднику. Сегодняшнее мероприятие проходит в «Алихане». Здесь у нас 8 команд, любительские команды, волонтеры, активисты. Турнир будет по футболу. Сейчас мы начинаем турнир и по окончанию турнира будут вручены кубки, медали и ценные призы. В соревнованиях приняли участие команды из города и районов области, в составе которых исключительно непрофессиональные игроки. Но все они с удовольствием откликнулись на призыв и явно получают удовольствие от происходящего. Всех приветствую на данном турнире, посвященном Дню молодежи, устраиваемом Кубок Акима области. Я представитель мини-футбольного клуба «Рахмет». Меня зовут Саму Рахмет. Мы очень рады здесь участвовать, потому что здесь собрались столько сильные команды, стремящиеся только к победе. Чувствуется здесь атмосфера духа, единства. Надеюсь, что турнир пойдет замечательно. Будет много ярких голов и побед, и эмоций. Игры пройдут по округовому принципу. В итоге определится тройка сильнейших. Призерам будут вручены медали и грамоты. Ирина Гуцелек, Северазов, программа «Факт». Один из лидеров футзального Кайрата, один Мухаммед Сулейменов и нападающий Серик Жаманкулов близки к уходу из Алматинского клуба. В ближайшее время они могут перебраться в Талдыкурганский ЖТСУ, сообщают вести.кз. Сулейменов и Мухаммед Сулейменов отсутствуют на сборах Алматинского клуба. Они не замечены ни на одном из фоторепортажей команды. Кроме того, Косминов подтверждает уход игроков в пост в Инстаграм экс-главного тренера Кайрата Какао, который пожелал игрокам удачи в дальнейшей карьере и сказал, что для него было честью работать с ними. Ранее Сулейменов в многочисленных интервью говорил, что намерен сыграть на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в 2020 году в Литве. Отметим, что ранее Кайрат подписал контракты с двумя молодыми казахстанскими игроками – Альбертом Акбаликовым и Нурсултаном Пиало, которые, вероятно, пришли на смену Сулейменову и Жаманкулову. В составе Кайрата Жаманкулов и Сулеймена выступали с 2009 года. За это время они завоевали множество внутренних трофеев, включая чемпионат Кубок и Суперкубок Казахстана, а также дважды побеждали в Кубке Уэфа. Четыре раза выигрывали Кубок Еременко и один раз Суперкубок Мира. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Вы начинающий предприниматель? Хотите открыть свое дело? Воспользуйтесь льготным кредитом по программе массового предпринимательства «Енбек». Ставка вознаграждения 6% годовых. Сумма кредита – до 6,5 тысяч МРП. При нехватке залогового обеспечения фонд «Даму» предоставит вам гарантию до 85% от суммы кредита. Фонд «Даму» – наша поддержка в ваше развитие. Фонд «Даму» Жұмысты қалай табуға болады. Сіз жұмыс істердіңіз бе? Түйіндеменізді электрондық ембек бержасына еңгізініз. 3W нүкте ембек нүкте кезі сайтна кіріп, Түркеу нысанын толтырыныз. Касворындар мен ұйымдардың ұсынстарын қараныз. Лайықты тандаварқылы түйіндемені жіберу түймесін басыныз. Жұмыс берушілерден шақыру алау отырып, Сіз оларды қабылдау немесе баст артуыңызға болады. 3W нүкте ембек нүкте кезіп. Электрондық ембек бержасы ұңғайлы тез әрі тегін. Эбрика газеті баспан ұсқасында сәрсем бі күні шығады. Эбрика газеті электрондың ұсқада кез келген күні оқлады. 3W нүкте ерикатығы нүкте кезет сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауаннамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, сұнықтеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эбрика газеті енді андроид және айос мобилді қосымшасында. Слушай радио онлайн. Слушай любимую радиостанцию в своем телефоне там, где ты хочеш. Октуберадио. Слушайте онлайн. На сайте тройной W. Октуберадио. Кейзет. Октуберадио. Кейзет.